Всем привет, как я и в прошлый раз говорил, я решил поймать покемонов по пути самого начала и в итоге поймал в Клифайре, даже двух, и Клифаба сделал, Метапода сейчас апаю потихонечку, нужно его применять вот сюда поставить. Так, кто-то у меня должен был выучить флэш, вот Клифаба мне выучил флэш, это мне понадобится в дальнейшем в подземельях, можно идти дальше, если нас очередной раз ожидают куча тренеров, и может быть это не самый лучший пент качать вот этого покемона, но до 10 уровня мне нужна аппетель дохода и соответственно он эволюционирует. Так, водишь, водишь, водишь в принципе тергема. И кто у нас там, ну давайте пыльку качем. Думаю, на тандерболт он мой бой запал. Это плохо, это очень плохо. Это критикал хит, неэффективный, ну да, в принципе против травы и против земли особо неэффективнее электричество. Ну и в обратную сторону у нас опыт тоже не так эффективно получается. Ну, то достаточно. Так, 150 опыта и почему-то он не афосовый. Ну и мы вот таким образом мапаем это пода до 10 уровня, то есть он получает половину опыта, пока у меня нету экспошейра, предмета, которые я положу соответственно у какого-то покемона, который будет качаться. Мне очень тяжко. Отлично, я двух покемонов в итоге отравил. Это не очень хорошо. Два основных покемона у меня отравлены. Получают урон. Надеюсь, у меня антидот есть с собой. Девятый уровень, отлично. Ну давайте. Мы сейчас даже рискнем. Но придется вернуться, конечно, воскресеть, потому что у меня уже... Ну, почему бы и нет. Так, у меня есть вообще антидот. Нет, у меня антидота нет, так что даже рисковать не придется. Мы меняем просто на Пиджиота. Скоро-скоро он уже апнет 36 уровень. Это будет эволюция. Третья эволюция. Ну или вторая. Третья форма эволюции или вторая эволюция. И он будет очень клевым. Он будет очень сильным. И у меня, получается, есть один спешл атакер, Пикачу, и один физикл атакер, это Пиджиот. Мне сейчас придется вернуться и, скорее всего, купить эти доты, потому что... Ну, как я понимаю, я сейчас вступаю на тропу ядовитых покемонов. То есть в этой игре, ну, в этих сериях игр. Обычно так делано, что идут по блокам. То есть, например, блок файтер покемонов, блок поизон покемонов, блок айс покемонов, длинных и так далее, и так далее. Поэтому, если первый покемон какой-нибудь каменный, то, скорее всего, вся серия будет каменная, ну, или что-то там. Какое-то, в общем, какая-то закономерность есть в этих делах. Вот сейчас у меня так мигает будет постоянно. И рано или поздно они умрут. Поэтому придется вернуться. Сразу зайдем в маркет. Кстати. Я получил велосипед. Оп-оп-оп. С велосипедом еще быстрее мои покемоны умирают. Денег у меня достаточно уже. Надо штучек 10 купить. Так, а что у нас? Так. Да, супер-поушен, который восстанавливает много здоровья, в этом городе не продается. Это только в последних версиях сделали так, что если открываю, ну, например, открылась в каком-то покемаркете возможность покупать всякие там супер-поушен, хипер-поушен и так далее, то и во всех остальных, ну, она появляется тоже. Или какой-то своеобразный апгрейд. Как это точно работает? Я не помню, но примерно так и происходит. Поэтому в любом городе в дальнейшем можно будет купить определенное количество, набор расходников. Конечно, есть предметы, которые нельзя купить никогда, где бы ты либо, кроме определенных мест, ну, например, какие-то странного вида покеболы или, может быть, какие-то лечебки или что-то еще. Так, значит, мне нужно сначала кат сделать. Можно спокойно идти. Так, что у нас тут? Оп-оп. Тим 30. Давайте подеремся. Матчок. Ну, странно, это точно не ядовитый пикен. Он, может быть, есть какая-то другая закономерность. Так, кто у нас против него должен? Давайте пиджиот. В принципе, у меня хороший это файтер-тик, если не ошибаюсь. И он каменный. Он, по-моему, все-таки файтер. Ну, против него все психические атаки очень хорошо работают. Ну, газ там тоже неплохо бьем. Надеюсь, сейчас... Блин, не хватило урона. Надеюсь, сейчас апнется мой метапод, и я не буду париться и сразу буду с первого хода атаковать. Потому что получается, что я теряю хп, или там дебаф на меня вешается, и так далее. Отлично, 10 уровень. И вроде, по идее, он должен сейчас функционировать. Ну, очень побольше. Так, давайте гаснем. Оникс силен. 20 уровня. И защиты много. Воу-воу-воу, рок-фроу. Рок-фроу. Это сильная атака против летающих. Каменные атаки, они очень сильны против летающих. Так, может быть, мы кого-то... Давайте скверт его. Пусть он намного меньше, но, может быть, он что-то сможет сделать. Сейчас мы проверим, как он с ним. Бабл. О-о-о, хорош. Ну да, водяная атака против каменных очень эффективная. И... За счет этого можно убивать даже тех, кто... Намного меньше уровня. Ну, намного больше уровня. А рок-фроу, она... С очень маленькой точности. С 60% что ли. Что попадет. Ну, метапод эволюционирует. Баттерфлей. Баттерфлей. Ну, я не знаю, там, батпом просто... Баттерфри, да? Здесь нет просто бабочка. Здесь есть. О-о-о, конфюжн. Неплохой скилл. Но я все равно не буду его использовать. Так. Давайте мы меняем. Так, что у нас здесь? У нас Пикачу. Давно не качался. Куда нас ведет этот путь? Чувак, давай подеремся. Да, и Пикачу не самый лучший образец. Ну, ладно. Давайте как-то так. Чувак, у нас френтов нет. О-о-о-о. Поднимемся у ворот. Так. Попробуйте еще туда. Поднимем один разочек. Я его долго буду убивать таким макаром, поэтому я забью на это и вызову сквертво. И надеюсь, что он не умрет за этим прокастом. О-о-о-о-о. Ну, вот мне повезло на самом деле. Селф-дестракшн наносит очень много урона. Ну, и, как видите, убивает меня. Ну, и, соответственно, этот тоже погибает. Зато Пикачу получил полностью опыт. Так. Кто у нас тут есть такой? Давайте тебя, потому что я не знаю, кто там будет. Скорее всего, тоже какой-нибудь Сионикс. Да, каменный. Ну, и, квик-атак. Да. Против каменных нормального типа атаки не очень хорошо работают. Особенно у которых очень большая физ-атака. Блин, опять, я не жалую. Долго-то будем драться. Вот это хорошо работает. Пробуем Гастика. Так, ясно. Кто у нас? Ну, давайте Паттерпин. Ну, если он сейчас юзает Фокфроу и он попадает, то так будет, что я умру сразу. Но нет, пока нет. К конфюженам есть шанс нанести хороший урон. Психическая атака. Чуть-чуть побольше, да. Один ударщик приживу. Че-то совсем уж мало нанес я. О, погиб. Да. Да. Против летающих очень сильно бьет. Но давайте Клифабло получим у всех вызовов. Паунт. Можно Гроу. Че там, понижает защиту, по-моему. Да это вообще пледовый какой-то, не могу двигатель. Потом мы его изменили, скилл в любом. Потому что бинт, он будет просто... Если не ошибаюсь, на каждом ходе дополнительно уносить. Так, атака понижает. А флэш что у нас понижает? Точность? Ааа, ну это просто никакой читерный скилл. Четыре раза бьет. Ну, давайте Паунтом. Да. Ладно, сейчас кто-нибудь у меня будет. Никачу какой-нибудь и потепенно добьет, надеюсь. У меня, к сожалению, получилось так, что нет никого, кто бы хорошо его пробивать. У меня есть Сквирт, он маленького уровня. Я его не качал, водяной путь он. Ну, а следующий водяной еще не скоро будет. Эти водяные очень полезны. В принципе, водяными покемонами можно пройти всю игру. Очень мало по кому слабо бьет. И все равно сила скиллов водяных очень большая. Полностью задамажим. Выбью все, двигнем, чтобы Клифа был погиб. Ну и давайте Пикачу. Пикачу. Неплохо. Пусть у него основной атрибут это психическая атака. И... Да, Крик атак очень слабо он наносит. Ну, разница в 7 уровня все-таки что-то дает. Это была очень долгая битва. Как будто я не знаю, в покемон лиге там сражаюсь. Хотя там проще на самом деле, если ты быстро не убиваешь, то тебя убивает. Рок тоннел. Так, а здесь у нас что? Давайте сначала сюда пойдем. Карту я выложил. Не знаю зачем, я ее просто выложил, она мне мешалась. И обратно я к вам не взял. Или взял. Сэншерион. В общем, все земляные покемоны. И это плохо для меня. У меня нет никого против него. То есть, ни травяного нормального. Кстати, травяной есть рядом. Можно за ним сбегать. И забрать его. В принципе. Опять мажу. Давай скажи еще, что ты меня убьешь. Три раза промазан. А, точно, у меня понижение кидаю. Ну, давай поиграем в игру, кто попадет. Окей, у него еще и слэш есть. Значит так просто. Слэш, по-моему, 100% попадает. И плюс... Давайте этим. И шанс крита очень большой. Или не 100% попадает. Ну, в общем, шанс крита очень большой. Накидаю сейчас сандатаки. Отлично. Дважды уже и все. И уже не могу попасть. Печально, печально я прям. Враги тут. Ну, хотя бы один. Только здесь. Так. Мы сейчас посмотрим. Угу. Там еще кто-то есть. Давайте вернемся и... Сделать... Ага. Вернуться я таким макаром не могу. Угу. Ну, да, понятно. Мне надо идти направо тогда. Получается. Я думаю, это... Назад как раз. Возврат идет. Со всеми боссами сейчас подерусь. Боссами. Противниками. Тренерами. Каждый этот будет боссом. О, бедрилы. Второй бедрилы. И Сеншрио у меня первый. Почему-то оказался. Хури атака. Слабый скил. Ну, относительно слабый. Который бьет от двух, по-моему, до пяти раз. Да, ну, хоть он и слабый, но убить меня можно. Плюс, каким он десятый уровень. О, один хп остался. Давайте катом попробуем. О, неплохо. О, да ладно. Они что, никогда не промахиваются? И последний покемон живой остался у меня под животом. Так сложилось. Ну, здесь изи. Я просто местами не поменял, поэтому сложилось. Получилось, что я с Сеншрио был первым. А так, проблем нет. Тридцатый против девятнадцатого. Ну, не с одного удара, но и с двух хп. Два хп всего снимает. Тридцать первый уже. Ооо. Свинка так. Да. Наконец-то у меня нормальный скилл атакующего типа. Летающего типа. Атакующий скилл летающий. Короче. Атака летающего. Пытаюсь умнее быть. Ммм, не дорано. Гастон. Не убежу его. Да. Хороший. И можно будет сейчас его поймать. В первых версиях только несколько типов камней, которые ему помогут революционировать. Есть это Моунстоун. Как раз революционируется. Клифабло. Клифайри. Не дорано. Не дорано. С тестомальчик и девочком. И так же еще... Тандерстоун. Молния. Камень Молнии. Водяной камень. Огненный камень. эволюционирует Иви в дальнейшем и эволюционирует Пикачу того же самого. Убился. Так. Чё я хотела? А. Кат. Кат-кат-кат. Кого бы мне убрать? А, мне Баттер не нужен. Он мне не нужен, я его выкачивал максимально. Сделал своё дело, помог мне получить ещё одного покемона в копилку тех, кого я поймал. И сейчас отправимся за динозавром, бульбозавром и инсектором. Там, какого уровня, я думаю, какой-нибудь уровень 15, да? Здесь ещё нету никаких там сохранялок, но поскольку инвентарь маленький, то особо проблем не возникает с этим. Аккуратно надо здесь проходить, а иначе просто укачусь. Ммм, на 9 левелов поднёс. 19 уровень? Неплохо. Заплатить 1000 за это. Бульбозавр. Вернись ко мне. Так, и надо посмотреть, что у меня за прем. Может быть, полезный какой-то телепорт. Ну, кто у нас там может? Ну, Клифаба. То есть выучить телепорт. Телепортироваться к ближайшему покет-центру почему бы и нет. Может быть, полезно будет, чтобы вот когда этого не пробегать через кучу-кучу всяких врагов, а спокойно дойти до покет-центра одним телепортом. Так, идём сюда. Не ты, не ты. Так, сюда мы ходили, значит нам сюда теперь. Придётся всех пройти. Ну, или не всех, но почти всех. Со всеми подраться. Пак печь. Ну, здесь понятно, да, если, соответственно, пак Кетчер, то он ловит жуков. И всякую жуков, жуковастого типа покемона. Видал. Вот это второй каторг, это один из типов жуков в первой степи степи есть. Видал второй тип. Видал вот это второй у нас. Ну, типа ее каторги подители пастелок, кабаны или пастель. А это вот всякая, две-губные этих зёрк. Думаю, не всякая она пос ashly. Так, у нас все идет 화ertos, а этоdy, как бы pig and me Zhao gryeng, да? Идет к городу Лаванн. И кто-то тут ра-та-та. Ра-та-та-та-та. Какая-то такая большая разница. В новых версиях вообще там такая разница огромная. Просто по уровню что... Вообще непонятно как можно умирать. Слишком уж легко. Особенно с экспо-шером. Даже если один покемон не справляется. Всегда есть второй, третий. Которые тоже прокачаны. Главное более-менее правильно их выбрать. Кого качать. Иконс по-моему. Ядовитый покемон. Типа яд. Давай, я хочу быстренько его бить. За два, за три удара не получится. За два, за три удара. Так. Давайте мы бульбазавр. Попробуем. Они одинаково уровня. 19-19. У него есть Вайнлип. А эта штука бьет по земляным очень хорошо. Вот, отлично. Просто отлично. По мне тоже что-то ударило отлично. Ну, хватило хп. 20-ый. Пойзон пауэр. Ну... Такое себе. Можно вместо такла игролу. Ну, давайте вместо игролу. Игролу этот какой-то дебак. Причем он понижает, по-моему, атаку. Ну, понижать атаку это... Ну, не то что бесполезно. Но... Одно из бесполезных вещей. Хороший. Вывазавра его ценирует. Вот, молодец, молодец. Кстати, надо было отдать какого-нибудь покемона еще туда. Забыл совсем. Чтобы прокачивал какого-нибудь Чермандера. Так, ладно. Схожу. Сейчас как раз попробуем этот. Поскольку все равно это довольно быстро. Нужно качать кого-то. Ну, и самое лучшее. Сидно, чем Мандер. Так. Мы... Или скверт. Да, хоть скверт. Чтобы не ходить дважды. Ну, не важно, сквертова или, соответственно, Чермандера. Они оба мне нужны. Третья эволюция. Но третья слишком далеко. То есть вторая... Чего там шестнадцатый, семнадцатый уровень сделать? Абра! Вот с Аброй здесь немножко по-другому идет у Эль. Здесь есть два варианта. Либо мы сразу его ловим. А вот Абру прокачивать я буду. Психический покемон. Он улетит. Да. Вот почему с ним есть только одна тактика. Ну, раз я его смог здесь найти. Значит, ээээ... Попробую еще раз найти. Еще разочек попробую. Ну, если не будет, так не будет. В принципе, психически очень хороший лор. У него есть просто одна только способность. Это способность Телефон. Все. Больше у него нет способности. Поэтому... Есть несколько вариантов. Это усыпить его. Может быть запролезить. Что-нибудь еще сделать. Чтобы... Вот. Он не улетел с первого хода. Ну... Самый простой способ. Это... Использовать сразу покебоул. Как я сначала попробовал грейд. Покебоул не получилось. Ну, и со второго раза не... Получилось лучше. Окей. Сквертула отправляем. Приходи. Посмотрите меня позже. Кстати, качаются они таким способом. Точнее, не просто от времени зависит. А зависит от того, сколько делаешь хода. Ну, по крайней мере, это последний мерс. А... Как в старых, я немножечко не в курсе. Думаю, так же. Вряд ли систему прям сильно меняли. Сделал там... Обычно идет 255 шагов. 252 шага. Так, Абра. О, они до ранж 16 уровня. А это неплохо, кстати. Посмотреть... К сожалению, Алла Казама здесь я никак не смогу получить. Если бы я захотел. Это третья форма эволюции. Оабры. Так, Нидаран. О, на 16 уровне эволюционирует Нидарена. То есть, я... Могу сейчас сделать тут очень красивую всю вещь. Очень все красиво очень выходит. Так, сначала мы... Ну, допустим. Теперь берем Нидарана. Теперь нам нужен Мунстоун. Да. Давайте еще одну. Ну, и давайте карту. На всякий случай. Да. И... Делаем следующее. Сначала изоим... Райер Кэнди. Подождите, они что, мне не отличаются? От меня не отличаются, что ли? Нет, не отличаются. По идее... Все нормально сейчас должно быть, да. Да. Все, эволюционирует. Обычно... Странно, на самом деле, получилось. Обычно... Сразу эволюция идет, а потом все скиллы изучаются. Но... Сложилось так, что... Вот как сложилось. То есть, сначала изучил скилл, поэтому я немножко смешался. И еще одна эволюция. Дважды подряд. Не до Квин, по-моему, да? Да. Не до Квин. Очень сильный уже покемон становится. Ну, мне он не нравится. Хотя, смотрите, на 17 уровне, 61 здоровье. Атака 33, дефенс, спид, спешл. Всего 4 параметра. А, должно их хп еще быть. Ну ладно. Ладно. Вернем этого. Мне нужен... Абра. Я его хочу постепенно качать. Не знаю, насколько это будет правильное решение. Неправильное, но... В любом случае... Это самый сильный психический покемон. До сих пор даже один из самых сильных психических покемонов. И... Ну, как бы стоит того, чтобы его прокачивать. Единственное, конечно, он сильный, когда все статы у него работают. Не просто, когда... Он Абра у меня в инвентаре. Точнее, в команде находите. Ну... Так тоже сойдет. То есть, по идее, если я беру покемона, мне нужно сначала прокачать ему статы правильнее. Айви, Евы, Эфорт Вэлли, Идиотом Вэлли и... И... Только после этого... Уже фармите. Так. Пропустил. Он мне не нравится. Мне кажется, у него каменные покемоны. А я с каменными не гружу, вообще. Там толстые ребята эти... Такие... Полноватые. У всех каменные покемоны. Ну, прям... Суперспособность. Телепорт. Ничего еще не сделали. Уже улетаем. Ну и давайте проверим линк атак. О! Пол хп. Так. Давайте проверим газ. Насколько он слабее. Ну, так незаметно. Абра восьмой. Ну, к сожалению, больше я не Абра. Потому что седьмой, восьмой там уже достаточно много опыта приходится. И... Вот так. Постепенно его надо будет фармить. Здесь вниз не надо уходить. Да. А вот здесь уже как раз у нас. Кстати, вот тут. Когда я выучу серп. Я сюда вниз пойду. Сейчас даже покажу. Где у меня там карта? Вот. И вот. Пауэрплэнт. Где здесь видите? Пауэрплэнт. Чуть ниже. И вот там я смогу поймать птичку запроса. Как бы это старая уже игра. Поэтому все известно. О-о-о. Не майт. О-о-о. Так. Давайте покачу. Можно было на самом деле какого-нибудь Сеншриова выбрать. Левелом маленького. Так. Тандервей уже будет работать? Да. Ну, давайте тандерболтом попробуем пустить. Но все-таки в два раза слабее будет бить. Да. Так. Ну, еще разочек. Отлично. Мне нужно как можно больше ловить их. Потому что экспошер получается только иногда, когда в этой, в этом регионе экспошер можно получить только когда я поймал, по-моему, 50 кимонов. Именно поймал, а не увидел. И это много очень. Ну, считаются все эволюции. Это радо. В дальнейшем просто, если я наберу рейр-кэнди, ну или просто один уровень кому-то апман. Много покемонов я таким образом смогу прокачать. Ну, ладно. Я здесь больше не буду задерживаться. Так. Ну, в любом случае мне надо поменять. И давайте Пикачу вызовем. Так, черт, крик атаку. Хм, хм. Отлично. Ну, крик атаку бить по 18 уровню. 11 уровня разницы, а он не ощущает. Все. Надоело, надоело. Ну, давайте зайдем еще раз, увеличимся. Так, что у нас тут? Я продал бесполезный наггет за 5000. Я тоже продал его. Я слышал, что привидения, наверное, пугают Лавандертаун. В общем, что-то захватили. Типы элементов покемонов... Элементы покемонов делают их сильнее, чем другие типы. Или слабее, чем остальные. В общем, это не стандартно. Делают их сильнее, чем одних, или слабее, чем других. Нет уверсальных одного типа, но есть двойные типы, очень редкие, которые не уверсальные, но, по крайней мере, дают очень много преимуществ в плане защиты. Ну, здесь у нас два варианта. Мы можем пройти через деревицы или подраться еще от сады. Я бы была в джиме покемонов несколько раз, но я всегда проигрывал. Я тоже проигрывал. Так что, мы с тобой похожи где-то. Идти на каменных покемонов электрическим, это была ошибка. Так, что у нас тут, пиджиот, я вызываю тебя. Можно было бы, конечно, выбраться ей, какого-нибудь покачу. Вполне сойдет. Десятый. Потихонечку оправим. На этих можно легко качать. Нашу Абру. Кадабру. Потихонечку опну. Ну, защиты мало. Вот это единственный минус этого покемона. У них защиты просто дико мало. И приходится компенсировать скорость. То есть, в принципе, Абра, ну и дальнейшем Кадабра, Алы Казан. Покемон, где главная скорость. Ну и скорость, и спешл атак, соответственно. То есть, первым ударил и сразу убил. Если ты этого не можешь сделать, то любой физик тебя убивает. Ну, а спешл атак там, по-моему, небольшой. Так. И тоннель. И вот, видите, как выглядел раньше тоннель. Это, кстати, еще более-менее видно. Вот сейчас, допустим, я еще вижу очертания какие-то. А когда в следующих версиях они сделали тьму такой, что даже вот этих очертаний не видно полностью. То есть, есть только вот как лестница. Вот представьте, что лестница и все остальное темное. Вот это мой персонаж. Ладно, я в каменном туннеле и пройду его уже в следующий раз. Смотрите продолжение. Продолжение следует...